Всем привет! Меня зовут Александр Лебедев и в сегодняшнем видео мы сделаем плату коммутации для электродвигателей и соберем оставшийся корпус. Также я расскажу зачем в робототехнике нужно использовать BMS-контроллер. Для начала мы отсоединим и снимем старую плату коммутации. Теперь начинаем новый проект Valtium Designer. Так как это просто коммутирующая плата, долго останавливаться на ней я не буду. Для большинства своих проектов я делаю в своей библиотеке, а 3d модели делаю в солиде. После того как закончили разводить плату, печатаем ее на обычном лазерном принтере. Теперь необходимо подготовить стеклотекстолит. Делаем разминку в соответствии с размерами платы, я это делаю ножом. Прорезаю металлическую часть, а потом просто ломаю по срезу. Затем снимаю неровности с краев и делаю закругление на углах платы. Теперь нужно зачистить поверхность до блестящего состояния. Но так как плата и так хорошего качества, особо зачищать я не буду, а просто вымою плату. Делаю я это с помощью моющего средства, чтобы удалить все жиры. Отру поверхности и обратной стороной губки, та что более грубая. И как вы видите результат налицо. Плата должна блестеть. Теперь отрезаем кусок фоторезистивной пленки. Я ее покупал на алиэкспресс, ссылку я оставлю в описании. Снимаем защитную пленку и наклеим ее под водой. Затем можете разгладить плату руками. Главное следите за отсутствием пузырей. Все должно быть гладко. Теперь берем любую книгу и утюг. Я предпочитаю книги со старыми желтыми страницами. Отсчитываю 10-12 страниц и прогреваю плату. Необходимо выдержать оптимальное время и не перегреть плату. Идеально нужно пропускать плату через плоттер, так она приклеится идеально, но плоттера у меня нет, а утюг есть. Проверяем на отсутствие пузырей и вздутий. А так выглядит шаблон печатной платы. Вырезаем его и накладываем его на нашу плату. И вот вам небольшой лайфхак. Шаблон для платы можно смочить водой. Это даст лучшее пролипание. Теперь засвечиваем ультрафиолетом. Время подбирается опытным путем. И у меня это минута на расстоянии 10-12 сантиметров. После засветки можно увидеть, как поменялся фоторезист на плате. Отрезаем излишки пленки и снимаем защитную часть. Теперь начнем процесс удаления лишнего фоторезиста. Положим плату в теплый раствор кальцинированной соды. Я беру 2 столовые ложки на 20 мл воды. Но на выходе я получил плату не очень хорошего качества и попытался исправить свои ошибки с помощью вот такой краски. Теперь начнем процесс травли печатной платы. Для этого сделаем раствор 100 мл перекиси водорода, чайной ложки соли и 30 г лимонной кислоты. Смешаем все в теплой воде и положим туда плату. Дождемся, пока вся плата вытравится и проверим ее на недо травы. Уже на середине травления было понятно, что плата получается хреновой. Так что лучше начать все заново, но исправить схему, отказаться от слоя земли и увеличить толщину проводников до 1 мм. А так выглядит гораздо лучше. Повторим процесс травления. Для ускорения процесса травления я поставил емкость на водяную баню. Так получается гораздо эффективнее. Так выглядит уже вытравленная плата. С помощью 646 растворителя удалим остатки фоторезиста. Нальем его в пакет и поместим туда плату. Теперь нанесем маску на плату. Замешаем состав в пропорции 2 к 1 по массе. У меня на зеленого цвета. Хорошо размешаем состав и нанесем его через специальную сетку для равномерного покрытия. Разгладим все пластиковой картой. Теперь отправляем плату в духовку на 10 минут при температуре 70 градусов. Для сверления отверстий я использую вот такой набор сверил от DREAML. Припавим разъемы. В своих работах я всегда использую припой под 61 и флюс LTE 120. Пользуюсь ими уже давно и никогда не было с ними проблем. Но почти любой флюс оставит после себя вот такие следы. Для удаления остатков флюса я пользуюсь вот таким спреем. Вначале я думал покупать его или нет и на тот момент он мне казался дороговатым, но он полностью себя оправдывает. Рекомендую. Теперь наносим его на плату с обоих сторон и вытираем салфеткой. И теперь можно оценить свои труды. Теперь займемся сборкой корпуса робота. Установить нам надо три таких детали. После печати на 3D принтере остаются поддержкой кайма и просто лишние элементы. Для обработки я использую обычный нож и в некоторых местах напильник. Он отлично удаляет пластик. Теперь установим вот такие стойки для печатных плат в пазы на корпусе. Их я буду устанавливать на поксипол. Замешаем в состав пропорции один к одному и нанесем его в пазы для стойк. Установим стойки и подождем полного застывания состава. Прикинем как будет устанавливаться верхняя часть корпуса. Теперь с помощью винтов м3х50 закрепим верхнюю крышку корпуса. Теперь нужно стянуть часть корпусов между собой. Ну вот и все, весь корпус готов. А сверху у нас будет крепиться крышка, которая была вырезана на лазерном станке. Сверху на ней располагается разъем питания, кнопка включения индикации заряда, сам индикатор и кнопка включения питания самого робота. А в центре подкрышки установлен датчик МПУ-6050. Это гироскоп и акселерометр в одном корпусе. Он расположен в центре робота. Он тут нужен для того, чтобы определить положение робота в пространстве. А сейчас я расскажу, зачем нужно ставить BMS-контроллер. Но перед этим давайте посмотрим, что может случиться с батарейным отсеком. Кстати, это ребята из нас и однажды у них сгорел весь блок аккумуляторов. И когда я это увидел, я понял, что я не хочу увидеть своего взорвавшегося робота. И поэтому решил сразу поставить BMS-контроллер. BMS-контроллеры бывают разных типов и выполняют разные функции. Моя модель выполняет роль балансира уровня напряжений и не дает литий-ионным аккумуляторам перезаряжаться. И имеет следующую схему подключения. К входу P-подключается плюс источника к питанию, а к B- соответственно минус. И к ним же подключается нагрузка через разъем питания. Входы B+, и B- отвечают за общий заряд отсека. А вот этот разъем отвечает за каждую отдельную батарею. И еще тут рядом расположены удобные контакты, к которым я подключу индикатор уровня заряда. И на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск был интересным. Ставьте палец вверх, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на канал. Дальше будет круче. Пока!